Всемирная боксерская ассоциация WBA обязала начать переговоры о бою между Энтони Джошуа и обязательным претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным, сообщается на официальном сайте организации. Как сообщается, стороны были уведомлены о решении 5 апреля и теперь у них есть 30 дней, начиная с этой даты, чтобы достичь соглашения. В противном случае бой будет выставлен на промоутерские торги. Ирландский боксер Гарри О. Салливан не будет драться с казахстанцем Геннадием Головкиным 5 мая, как пишет BoxingNews24.com. Об этом заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. По словам Эрика Гомеса, Гарри О. Салливан недоволен финансовым предложением. Причина отказа – мало времени на подготовку, маленький гонорар, вот и все. У него всего три недели на подготовку к поединку против Головкина, а он нацелен выиграть. Мы сделаем ему бой 4 мая в степ-хап-центре. Он – звезда, у него колоссальный потенциал, яркий и зрелищный стиль. Мы хотим дать ему побольше поединков, ведь рано или поздно он встретится с Канело или Головкиным. Парень сказал мне так – если мне предстоит большой бой, я не хочу браться за это в последнюю минуту. Я хочу, чтобы у меня было достаточно времени на подготовку. Да, решение отказаться от боя с Головкиным было непростым, но он хочет победить, а не просто сразиться за титулы. Нахваливает подопечного Гомес. Финал всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гасиев, может принять Россия, если окажется, что Саудовская Аравия не готова принять бой. Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения перейдут нам. Пока не ясно даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправиться в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в 20-25 миллионов долларов. Это вся организация и гонорары спортсменов. Сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. Глава промоутерской компании Топ Рэнк Тодд Дюбеф, который представляет интересы Василия Ломаченко, заявил, что бой украинца против Мэнни Пакяо будет организовать легче, нежели поединок филиппинца против Терренса Кроуфорда. Кроуфорд хорош в полусреднем весе, но к такому бою нет никакого интереса со стороны Мэнни Пакяо. Ему не интересен полусредний вес. Думаю, Терренс слишком крупный, а Мэнни будет сгонять вес. Так что бой Пакяо с Василием Ломаченко организовать будет проще. Если этот бой состоится, то будет невероятное зрелище для болельщиков. Чемпион мира по версии WBA и IBO во втором среднем весе Джордж Гроувс подчеркнул, что будет готов боксировать 7 июля этого года в финале Всемирной суперсерии бокса. Об этом британец сообщил в своем квиттере. Прошел плановую компьютерную томографию на плече. Хочу поделиться с вами отличной новостью. Плечо зажило идеально. Все идет по плану. Если мне дадут отсрочку на один месяц, то 7 июля смогу драться в финале. Промоутер Фрэнк Уоррен обещает, что в ходе запланированной на сегодня пресс-конференции сделает один из самых крупных анонсов года в британском боксе. Инсайдерские источники предполагают, что речь идет о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Ожидается, что в ходе мероприятия объявят о дате возвращения бывшего линейного чемпиона. Предположительно, июнь-июль 2018 года. В минувший уэйкенд на турнире UFC 223 в Бруклине российский боец Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона промоушена в легком весе, победив и неогласным решением судей американца Элла Яквинту. Этот успех еще раз подтвердил высокий статус орла, и теперь Хабиб рассматривается в качестве фаворита наиболее интересных противостояния в 155-фунтовом дивизионе, а именно в боях с решенными чемпионских поясов Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном. Предлагаем вам ознакомиться с коэффициентами, которые на сегодняшний день предлагают букмекеры. Хабиб Нурмагомедов минус 165 против Конора Макгрегора плюс 135. Хабиб Нурмагомедов минус 200 против Тони Фергюсона плюс 165. Нет никаких сомнений, что руководство UFC отдаст предпочтение поединку Макгрегор-Нурмагомедов, они станут совершать пятую попытку организовать сражение Орла и Аль-Кукуи, но здесь все будет зависеть от Конора и последней его недавней выходки в Нью-Йорке.